Ребята, смотрите, что мы купили сегодня в Трейдер Джоус. Для меня это новинка. Возможно, в магазине уже давно продается. Это такие мыльные орехи для стирки. Я, кстати, видела, когда-то мне встречались в Ахерп. Продаются похожи. Возможно, это такие же, просто другой бренд. Это такие мыльные орехи, которые собираются в Гималайских горах. Смотрите, сейчас откроем, как они выглядят. Они больше похожи, знаете, на какие-то ягоды. Сейчас надо прочитать. Да, смотрите, это написано. Они известны как мыльные ягоды. В общем, на одну стирку нужно 4-5 штук. Они кладутся вот в такой мешочек, который здесь был в наборе. Их можно использовать, эти 5 штучек, можно использовать 3-4 раза. Либо до того момента, пока они не начнут распадаться. Если они распадаются, значит, нужно их поменять будет на новые. Такой пакетик здесь 300 грамм. Стоит 5,99. На Ахерпе я видела цена подорожная. Там, по-моему, больше объём. Я не уверена. Но я обязательно вам расскажу, как попробую. Напишите, может быть, кто-то из вас уже пробовал. Понравилось, не понравилось. Сейчас прям буду пробовать. Сейчас закидываю стирку. Вот, положу 5 штучек. Посмотрим, что из этого выйдет. Но читала, что хорошие отзывы очень. Самое хорошее, что это натуральный продукт. Никакой химии. В общем, буду сейчас пробовать. Ребята, привет. Всем привет. Буду стараться кричать. Снимаем их без микрофона. Кстати, пришлось написать, что надевайте микрофон в машине. Но в машине мы не можем надеть микрофон. Он реагирует на Bluetooth, да? Наверное. Какой-то шум по миссии. Но вообще не получается записывать с микрофоном. Поэтому будем громко говорить. Стараться. У нас сегодня воскресенье. На улице у нас, кстати, такая прохладная погода. Сегодня первый день весны. Мерзкий такой. 20 марта, да? 21 марта. 21 марта. Вот. Такой прохладный день. Мы вчера ездили на день рождения. К нашим друзьям. Артем, еще раз тебе с днем рождения. Мы там ничего не снимали. Капи пёж дебро! Мы ничего не снимали, потому что была новая компания. И мы как бы, ну, решили людей не смущать камерой. Вот. Это мы не снимали ничего. Вот. На следующей неделе, вернее, вчера у Фрэнка был тоже день рождения. Мы его поздравили. Хотя Фрэнк тот человек, который никогда не празднует день рождения. Мы ни разу, в принципе, с ним не празднули. Да, его день рождения. Ну, почему? Мы ему устраивали как-то день рождения? Да. Ну, именно, что он никогда не празднует, никогда не зовет людей. Вообще не любит, чтобы его поздравляли. Это у него такая вот... Как это? Философия. Философия. То есть они с его вот женой, они никогда не праздновали день рождения друг дружки, да? То есть ни дина, ни он не праздновали вот. Но, так как ему в этом году исполняется 90 лет, его дочери, у него есть две дочери, это я объясняю для тех, кто, возможно, новенький на канале, ну, многие не знают, мы же не часто рассказываем про Фрэнка, да? У него есть две дочери взрослые, и они настояли, чтобы отпраздновать 90-летие. Ну, в принципе, их можно понять, да? Да. Отцу 90 лет хочется поздравить и пригласить людей. Вот, нас пригласили, день рождения будет проходить у одной из дочерей в доме. Вот, и сегодня мы едем купить и выбрать Фрэнку подарок. Фрэнк для нас, как вы знаете, дорогой человек, много для нас чего сделал. Он в нашей жизни уже сколько? Больше 8 лет? Да. Да. Больше 8 лет. И вот мы сейчас едем выбирать ему подарок, едем в International Plaza. Мы долго думали, что ему купить. Вообще, очень тяжело, конечно, подобрать в таком возрасте и такому человеку, как Фрэнк, подарок, потому что что-то в дом покупать, у него уже все есть, да? Да. Мы ему всегда дарим, он любит рубашку, мы ему дарим рубашку. Ну, как-то на юбилей подарить рубашку тоже как-то уже будет, ну, неинтересно, правильно? Уже не то, да. Поэтому, что мы решили больше купить в Фрэнку? Что мы решили ему купить? Он любит часы. Да. Разные всякие... Наручные. Наручные. Вот. У него нет каких-то дорогих часов, он всегда покупает самые дешевые часы, просто чтобы они у него другие были. Он любит менять их. Да. Честно. Поэтому мы решили, что мы, наверное, купим ему... Хорошие часы. Хорошие часы, да. Да. Тем более, я думаю, на 90 лет это хороший подарок. Мы единственное, что думали, я же такая, знаете, у нас не традиция, как это называется? Поверие, наверное. Поверие, что часы дарить нельзя. Но я так погуглила, посмотрела, в Америке такого нет. В Америке это не проходит. Там, наоборот, пишут, что если часы даришь, то это какой-то знак, наоборот, что ты, ну, чтобы человек, он же, получается, часы будет носить каждый день, чтобы человек вспоминал о тебе, носят часы, да, такой подарок. Поэтому мы решили, почему бы и нет. И сейчас берем вас с вами, будем выбирать Фрэнку. Берем вас с вами. Ой, берем нас с вами. Берем вас с нами выбирать Фрэнку подарок. Так что, кстати, да, у Фрэнка есть дочери. Многие думают, что, наверное, Фрэнк одинокий человек, и он общается только с нами. Нет, у него на самом деле очень много друзей. И родственников. И родственников. Он не одинокий человек. У него, да, у него умерла жена, но он живет полной жизнью, и он достаточно чаще встречается с людьми, чем мы это делаем. Да, потому что у него постоянно какие-то ужины, завтраки, обеды в разных местах. Конечно, в этом году это все сократилось, но... Да, но все равно. Поэтому увидимся. Ребята, мы приехали в Интернешнл Плазу. Я даже не могу посчитать, когда последний раз мы с тобой здесь были, Паш. Как минимум год назад, да? Так, я пока без маски на улице. Сейчас, наверное, надо будет надеть. Народу много. Прикольно, да? Пошла, мать, пошла. Да, здесь вкусно, кстати. Они до сих пор еще работают, что прикольно. Я бы еле напишу, правильно? Да. Так, ребятки, мы зашли в Теслу. Конечно, я не мог пропустить этого. И здесь, конечно же, стоит модель Y. Сейчас мы ее посмотрим. Я еще ее не видел ни разу. Еще мы поменялись с маской. Да. Потому что Марине эта маска большая, а мне она как раз... Ой, я хорошо открыла. Так лучше намного. Ну что, давайте посмотрим машинку. Вот она, смотрите. Ее, правда, закрыли. Она закрыта. И вовнутрь нельзя попасть. Вот это маленький такой передний багажник. Слушайте, ну она выглядит чуть-чуть меньше, чем наш Mercedes. Потому что она хэтчбэк. А? Да, я тоже думал, что она меньше. Это уже новая, смотрите, у нее уже новая панель. Новая консоль. И белые сидения. Вот эта конфигурация мне очень нравится. Я бы хотел, конечно, такую. Но это, по-моему, модель Performance. Вот, ручки вот так открываются, смотрите. Вот, но она закрыта. Ну, блин, она... Когда смотришь видео на ютубе, такое ощущение, что она игрушечная. Ну, то есть она сломается, как будто бы. А даже вот, когда нажимаешь вот сюда и пытаешься открыть, ну, то есть чувствуется, что она сделана качественно. Вот, смотрите, сколько места сзади. Мне кажется, мы с Мариной можем спать здесь, смотрите. Да, точно. Здесь плюс еще один багажник огромный. Ну, это зарядка. Так, ребят, я сейчас попробую закрыть. Ага, вот кнопочку нажал, она закрывается, смотрите. Слушай, так легко она закрывается, я даже не думал. Блин, ну вот эта губа, конечно, вообще красота. Смотка большая, кажется. Ну да. Мне кажется, она чуть-чуть меньше нашего Мерседеса. Вот здесь написано, ребят, dual motor и красная линия означает, что это performance. Вот так выглядят задние фары. Если смотреть на panel gaps, как говорят, смотрите, вот здесь вот палец, мизинец уже не входит. То есть намного лучше качество сборки автомобиля. Если смотреть сбоку, то тоже ничего особенно не видно. Единственное, что я вижу, вот здесь вот не сходится. Ну, это как бы и на Мерседесе есть такое. Вот здесь вот я смотрю, все отлично. То есть качество сборки мне очень-очень нравится. Еще была проблема с капотом. Когда закрывался капот, то одна сторона была выше, другая ниже. Это создавало такую иллюзию, даже не иллюзию, а вид, что капот установлен неправильно. Ну, вроде как, исправляли эту проблему. Слушайте, ну, смотрите, это вот все потолок полностью стеклянный. Ну, то, что я сейчас вижу, мне очень нравится. Ты, получается, первый раз видишь, да? Да, я первый раз ее вижу в глазах. Вот здесь вот кнопка, закрывать можно ее. Слушайте, ну, классно. Вот здесь опускается сидение, поднимается, не знаю, поднимается вручную, походу. Да. Единственное, что нельзя внутри посидеть. Это, конечно, очень печально. Я бы хотел... Да, ребят, смотрите, вот здесь вот спойлер карбоновый. Это означает, что это модель Performance. Она дороже на 10 тысяч, по-моему. Но она очень быстрая. А, вот еще видно, что у нее красные... Как они называются-то, ё-моё. Забыл. Тормоза. Назовем их тормоза. Вот. Напишите в комментариях, кто знает, как они называются правильно. И диски, конечно же, смотрите, ну, просто шикарные вообще. Мне кажется, такой диск, если поцарапать, то все, считай, пиши пропало. Блин, ну, конечно, это вообще. Я бы очень хотел посидеть, посмотреть посадку. Да, здесь камера интегрирована. Камер очень много. Вот здесь камера еще одна. По-моему, 16 или 18 камер в машине. По-моему. Я не помню точно. Вот такие вот фары, смотрите. Это уже новые фары. Они отличаются от 2020 года. И вот так она выглядит спереди. Вот здесь значок. Смотрите. Я вам сейчас ее перед покажу вот так, чтобы видно было. Красота. Ну-ка, Марин, иди встань. Рядышком. Смотришься, не смотришься с ней-то? Ну, мне кажется, смотришься. Да. В общем, машинка классная. Нам очень нравится. Смотрите, здесь еще вот такой вот шумоизоляция специально, чтобы не попадал шум от дороги вовнутрь салона. Здесь с резинкой все сделано. Блин, ну, конечно, классно. Но она здесь единственная на данный момент. То есть нельзя посмотреть другие машины. Да, ребят, кстати, если вы устанавливаете панели солнечные, то можете использовать наш... То можете использовать нашу реферальную ссылку. Оставим под этим видео. Вы получите дополнительную скидку при установке панелей. Не забывайте, это бесплатная плюшечка вам. Используйте ссылку. Так, ребят, смотрите, вот я вам показываю машину издалека. А вот почему-то он ее открыл. Наверное, не знаю. Так. Ну, прикольно, прикольно, конечно. Мне нравится. Мне нравится, как захлопнулась дверь. Мне все нравится. Вот такой небольшой экскурс в мир Теслы, да. Нам эта машина очень нравится. Мы ждем, пока будет другая батарейка. Либо большая скидка. Да, нет, большие скидки вряд ли будет. Но хочется новую батарею, которая будет производиться, я думаю, уже в этом году она производится. Но когда она будет доступна именно на этой модели, непонятно. Будем ждать. Все, мы пошли искать Франку подарок. Походу мы зря приехали. Вот это все очередь в Apple Store. То есть, скорее всего, вероятность того, что мы попадем сегодня в этот магазин, очень маленькая. Ну, мы всегда можем заказать онлайн. И либо они нам пришлют его, либо, если это будет слишком поздно, мы просто приедем и заберем. У нас есть еще второй магазин. Кстати, ближе, рядом с нами. Может быть, куда заедем, посмотрим. Да, видите, они закрываются через час. Народа очень много. Пускай там, я там, совсем несколько человек, да, внутри. В общем, понятно, из-за чего. Не пускают. Но я думаю, что окей, мы все равно, значит, закажем тогда, сделаем пикап, да? Это не проблема какая-то. То есть, все хорошо, все нормально. Мы просто хотели пощупать, да? Руками, как говорится. Ну, пойдемте, да, сейчас зайдем в магазин Antellor. Я хочу посмотреть... А William Sonoma, ты не хочешь зайти? Я хочу здесь платье посмотреть на торжество. А здесь, ну, давай зайдем, если хочешь посмотреть. William Sonoma, это очень классный магазин. Это от ветвления от... Вестелм. Да, у меня есть посуда. Олклад. Которая нам нравится. Ну, это Копер, это, по-моему, самая дорогая. Это самая дорогая, Фаш. Это Копер Лайм, видишь? Копер. Копер. Это самая дорогая линия. Волклад. Крепно? Да, ребят, смотрите, какая красивая. Это, по-моему, очень дорогая посуда тоже. Дорогая, да? Блин, она тяжелая. Ой, какой она красивая. А вот эта еще красивее. Сколько стоит? Это французская, да? Вот, кстати, нам, по-моему, про нее писали. Что она очень хорошая. Но она вот просто купила ее на всю жизнь то же самое. Смотри, а вот, смотри. Сейчас Special Price она была 295. Сейчас 200, вот одна кастрюля стоит. Так, ребят, мы Теслу посмотрели, а теперь увидели на дороге... Это Ford Mustang Mach-E. То есть это новая, да, новинка? Это новый Mustang, электрический полностью. То есть он будет конкурент модели Y. Ну, кстати, он похож по форме, да? По форме он очень похож, да. Мы приехали, смотрите. Платье мы не нашли. Наряд мы не нашли. Подарок не нашли. Мы решили поехать сначала в Икею, чтобы поужинать. Потом решили, что мы были недавно совсем там. И заехали в этот Cracker Barrel, который нам понравился, если помните, из прошлого нашего путешествия. И решили здесь поужинать. Здесь недорого. Это как, домашняя еда, достаточно вкусная. Пошли. Ну что, ребята, будем есть? Та-дам! Что ты заказал, Паш? У меня большая печеная котлета. Митлов. Ага. Толченая картошка. И брокколи, мои любимые. Вкусно? А у меня, ребята, это вообще просто пошла в разнос, заказала курицу. Но я единственное, что я не буду есть вот эту верхушку. То есть я буду это отковыривать, в чём она вот, в тесте в этом, да. Тесто не буду есть. Буду есть только внутренность. И у меня здесь тоже толченая картошка. И салат с капустой. Вот. Вот такой у нас воскресный ужин будет. Вот, ребят, смотрите, вот это всё было на курице. Такие огромные куски теста, шкурки. И вот такой кусочек остаётся. У меня этого как раз достаточно. Потому что если всё это есть, то здесь, наверное, тысячи две калории. Поэтому мы это есть не будем. Что? I believe I can breathe. I believe I can breathe. О, ребята, да, мы идём, не дышим. Я бы сказал, мы идём, мы катимся. Фу, наш ужин обошёлся нам в 39 долларов. Плюс сколько там? 10 долларов. 10 долларов, чьи вы вышли. Ну, как в смысле вышли? Паша выбрал 10 долларов. Вот. Итого, 50 долларов с налогом. Ужин. Довольно-таки хороший. Да. Мы наелись очень сильно. Но в Икеа это бы стоило нам в два раза дешевле, да? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok